Апостол Павел написал половину и чуть больше Нового Завета. Бог когда-то нашел этого человека, который был явным противником Иисуса Христа и Церкви Божьей. Очень сильно отстаивал свою религию, вплоть до того, что готов был уничтожать других ради своей религии. И он встретился с Христом, это радикально поменяло его жизнь. То есть, тот Христос, от которого он пытался избавиться, стал его Богом и его Спасителем. И апостол Павел стал жить ради Иисуса Христа и ради Евангелия. И вот в своей жизни апостол Павел когда-то совершил несколько миссионерских путешествий. В одном из них он нашел молодого человека, которого звали Тимофей. И наставил этого молодого человека. И Тимофей, когда вырос, стал пресвитером церкви, стал последователем Иисуса Христа, стал учеником Божьим, стал помощником апостола Павла. К концу своей жизни апостол Павел находился в тюрьме. Его арестовали в последний раз в Иерусалиме за то, что он нес Евангелие, нес весь об Иисусе Христе. И отправили на суд в Рим. Это было долгое путешествие. И там Павел провел не один год, прежде чем ему удалось предстать перед кесарем, свидетельствовать об Иисусе Христе. После чего его осудили на смерть. И через казнь он был предан смерти. И он написал, находясь в тюрьме, написал несколько писем разным церквям. И в том числе вот этому молодому человеку Тимофею, которого он воспитал в духе Евангелия. И который стал его соработником в какое-то время. Которому смог Павел передать что-то. Второе послание апостола Павла к Тимофею. Это последнее письмо, написанное Павлом. Оно очень сердечно, очень близкое. Вы когда-нибудь писали кому-то письма? Много пожилых людей. Писали, сейчас все пишут имейлы. Да они как сегодня пишут имейлы? Диктует, он отправляется. А раньше люди не могли это делать. И они брали ручку в руки. И писали. Да, кто-то пирой еще брал. Кажем и свое. Писали, если делали ошибку, рвали. Заново писали, чтобы все было. Вкладывались в большой смысл. От сердца писали. Сейчас просто можно все удалить и заново написать. Люди не так все немного вкладывают. Понимаете, да? Это в наше время, в первом веке. Люди еще более осторожно относились к тому, как они писали письма друг к другу. Как они друг к другу обращались. Потому что тогда переписать письмо было намного дороже, чем сейчас. Апостол Павел, когда писал письмо, последнее свое послание, письмо к молодому человеку, к Тимофею, он вложил туда всю свою душу, всю свою сердце. Он знал, что места мало и времени мало, и надо сказать самое главное. Самое важное. Вот если бы у вас сегодня была возможность сказать кому-то в одном письме самое важное. Как быстро бы вы его писали? И у вас только есть один лист бумаги. Кто-то бы, знаете, потратил на это пять минут, но это не выручило. Мы знаем, что мы бы сели, подумали хорошо, что написать, для чего, с какой целью, с кому мы будем это писать, понимая, кто этот человек. И понимая, что мы хотим донести до него. Второе послание к Тимофею. Это послание, написанное от сердца Павла, к сердцу его духовного цели. Мы находим там такие слова. По второй главе. Что слышал от меня. Подумайте внимательно. Что слышал от меня при многих свидетелях. То передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И сегодня это слова, обращенные к верующим людям. Что слышал от меня при многих свидетелях. Передай верным людям, чтобы те могли бы научить других. Это то, чем жил апостол Павел. Это то, чего он призывает Тимофея во всем этом послании. Держаться Евангелие, учение Иисуса Христа. И передать на другим людям. Вы знаете, среди нас сегодня много разных поколений. Есть маленькие дети, постаршие, подростки. Мы родители, наши родители, бабушки, дедушки. Сегодня много разных поколений сегодня сидят. У меня к вам вопрос. Вы прожили жизнь, те, что постарше. Что вы передали другому поколению? Если вы не Божью мудрость передали, вы им ничего не передали. А мудрость, она Божия здесь только. Знаете, некоторые люди, они передали, как научиться быть хитрым в жизни. Вот, знаете, не можешь пролезть, проползи. Но проползи. Кто-то передал своему поколению какие-то, может быть, хорошие привычки. А вот родители, допустим, отец научил сына какому-то ремеслу. Гаки откручивать, отпиливать, дрова рубить, не знаю, что там. Кто-то научил чему-то еще в жизни. Но вы знаете, если вы не передали никому Евангелие Иисуса Христа, вы ничего не передали. Если я своих детей научил хорошим манерам, но не научил Евангелию, это означает, что я им ничего на самом деле не передал. Они будут хорошими людьми, с хорошими манерами. Но они в Бога не будут верить. Именно об этом говорил апостол Павел. Вы знаете, чуть раньше, в самом начале он говорит, что я помню невецемерную веру твою, которая была прежде в твоей бабушке, Лаиде, и матери твоей Евники. Уверен, что она и в тебе. Вы понимаете, люди могут передавать веру своим примерам и наставлениям. Есть те, знаете, какую веру придают? Веру в Бога и стакан водки. Вот такая вера есть у некоторых людей. В Молдавии, в России, стакан дина. Это тоже вера. Это вера в то, что я делаю, что хочу, но надо быть религиозным. Кто-то передает веру не в Бога, а в случайности, в суеверие, в веру в судьбу. Вы ничего не передали, если вы это передали. Веру в Бога можно передать только личным примером. По крайней мере, в первую очередь. Личным примером, как это сделали и бабушка, и мама Тимофея. Личным примером показали, что значит Богу доверять. Что значит быть искренним поклонником Божьим. И когда Павел его встретил, будучи молодым человеком, он смог наставить его дальше. Быть честным и искренним. Верить в Иисуса Христа. Исповедовать Евангелие. И Тимофей потом стал тем, кто после этого передал веру дальше. Найди верных людей. Передай им. Чтобы они могли научить и других людей. Это очень сложная задача. Правда или нет? Ну и простая. Когда ты этим живешь. Когда-то твой образ жизни. Когда-то смысл твоей жизни. Ты понимаешь, что это не так сложно на самом деле. Позже апостол Павел в этом же послании будет писать такие слова, что Христос будет судить живых и мертвых. Четвертой главе. Когда он явится во второй раз. Он будет. Все предстанут перед ними, дадут отчет. Поэтому он говорит проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Настаивай на слове Божьем. Во время и не во время. Знаете, что это означает? Вот сейчас время проповедовать слово Божие или нет? Конечно, все в церкви, все слушают, все для этого пришли, надеюсь. Те из вас, кто шумит, пожалуйста, выходите, пошумите там. И телефоны свои выключите. Спасибо. Вот сейчас время проповедовать слово Божие. Но есть время, когда в нем кажется, да сейчас не время, слушай, сейчас надо деньги зарабатывать. Сейчас не время. Вот сейчас мы путешествуем, а когда мы заканчиваем, закончим все этим заниматься. Тогда мы будем заниматься служениями проповедей Евангелия. Так или нет? Так вот, Павел говорит Тимофею, что тебе нужно передавать слово всегда. Даже когда кажется, что оно не время. Потому что все, чем мы живем и что мы делаем, это для того, чтобы передать людям Евангелие. Благую весть. Научить их. И позже Павел будет писать, вперед время, когда люди здравые учения принимать не будут. Но по своим собственным прихотям, по похотям своим, будут выбирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Все знают, что такое льстить слуху? Льстить слуху, это говорит человеку приятные вещи, даже когда это неправда. Ну, чтобы он тебя полюбил. Чтобы не потерять с ним отношения. Чтобы, знаете, вот, чье-то внимание получить. И апостол Павел говорит, что придет время, когда люди не будут принимать Евангелие. Евангелие где-то оскорбительное. Человек всю жизнь прожил, был прав, а тут Евангелие говорит, тебе надо покаяться, а ты неправда. Как так? А вот так. Потому что ты всю жизнь делами спасался, а делами люди только идут в ад. Тебе нужно раскаяться. И это не вовремя, это неинтересно. И люди говорят, да я не буду это слушать, я лучше пойду тебе мне расскажут, тебе мне приятные вещи скажут. И Павел говорит, наступят такие времена. Будут трястить. И люди будут искать тех, кто будет им говорить приятные вещи. Так, чтобы, знаете, уху хорошо было. На самом деле, чтобы сердце ему хорошо было. Будут искать себе обманщиков, которые будут их обманывать. От истины отвратят свой слух и обратятся. И тут очень интересное слово, басня. Все знают, что такое басня? Это не болезнь, это не реальная история. Кто в школе помнит басни Крылова, да? Где животные разговаривают с людьми, друг с другом, в оркестрах играют. Вот это басни. Вот некоторые люди живут в таких баснях. У них животные. Играют в оркестрах, разговаривают, тащат ковуцу в разные стороны. Вот у них такая вера. И они такую веру вот эти басни передают другим людям. Сами идут в погибель, не других ведут. Смотрите заключение Павла. Последние слова его жизни, а его служение. Подвигом добрым я подвязался. То есть я боролся достойно. Я сражался так, как надо было сражаться. Течение я совершил, то есть передал, дошел верных. Тимофей, это один из них, и делает то же самое. И веру сохранил. И сам не отпал от Господа. И сам остался верным. Вот если вы в конце жизни сможете сказать такие слова, что я подвигом добрым провязался, течение я совершил веру, сохранил, то после этого вам легко будет сказать следующие слова апостола Павла. А теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. И если вы не можете последние слова сказать, значит что-то не так в жизни. Значит нужно что-то менять сегодня. А менять никогда не поздно. Пусть Бог благословит вас. Если вы сегодня живете, как вы считаете, что вы верующий человек, и не передаете веру, вам надо этим задуматься. Вам нужно понять, что вы сегодня передаете, что вы в других людях воспитываете, чему вы их призываете. Что человек, побывав в общении с вами, поймет о вечности, о Христе, о своем спасении, о своей душе, о своей жизни, о своих решениях. И это задача не только проповедника или пастыря. Это задача каждого верующего человека. Я знаю много историй, когда люди, знаете, пытались своим детям помочь. О, наконец-то он нашел себе женщину в жизни. Вот женится, наберется ума, все будет хорошо. Вместо того, чтобы сказать, тебе покаяться надо, и обратиться к Богу. Потому что не женился, а подженился. Потому что было хорошо 5 минут, а не всю жизнь. Потому что все стало намного хуже. У нас на этой неделе лагерь был для молодежи, подростков. Все живы, здоровы, счастливы. Я их даже песни научил интересную. И вот там есть, в этом селе, в Гурбаху, брат Виктор, и мы конкретно с ним говорили об одном человеке, это когда-то пошел именно таким путем. И мама, которая говорит, что она верующая, ну так она о себе заявляла, именно так ему сказала, вот, вот, женись, вот тебе нравится, все будет в порядке и так далее. И вместо того, чтобы сказать ему, обратись к Богу и передать ему эту веру, покайся о своих грехах. Направила его вообще в другую сторону. И этот парень сейчас по сей день по наркопритонам Тишинева шатается. Ничего не исправилось. Важно, что мы передаем. И если не Евангелие, мы ничего не передаем. Если не веру в Христа, мы ничего не передаем. Личным примером и призывом. Чтобы потом, прожив жизнь, мы могли сказать, Господи, я постарался на все сто процентов. Я совершил течение, и я свою веру сохранил. Вот теперь я жду, пока Бог меня вознаградит. Пусть Бог даст нам бдительности, разума, смирения, чтобы наше сердце было правильным перед Богом. Субтитры создавал DimaTorzok,